Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. Сегодня у нас среда, 6 февраля, на улице Морозилова, 12 градусов. После обеда будет 13, но это очень холодно. Утром было вообще 8 градусов и для нас это очень холодная погода. Мы даже пользуемся обогревателем дополнительным. Да, мы вчера первый раз включили обогреватель в доме, потому что реально уже дети спят под двумя-тремя пледами. И в общем мы решили немножко подогреть воздух. Вот, это так. На самом деле сегодня вообще хорошая погода, потому что, как вы видите, солнышко выглянуло наконец-то. За последнюю неделю-две закончились дожди. И мы надеемся, что мы вступаем в какой-то период солнца. Вот, а рассказать сегодня хотели о своем опыте. Одном маленьком, небольшом, который вот прямо сейчас происходит. Как вы поняли из превьюшки, речь пойдет о том, что нравится в Америке, чем в Америке удобно. И в общем, этим видеовлогом мы начинаем серию влогов об удобствах жизни в Америке, об удобствах именно, ну я не знаю, как это сказать, бытовых, коммунальных, социальных. Тех, которые нас окружают, тех, из которых состоит наша повседневная жизнь. Об удобстве в магазине, об удобстве в учреждении, об удобстве в школе, об удобстве, ну я не знаю, там, на почте. Где еще? В больнице. В больнице. То есть, ну вот... Скорая помощь, как это сказать? Не в палате, вот куда мы именно обращаемся, как Эмердженсиру. Короче, скорая помощь по-нашему, по-американски, это Эмердженсиру. Да. Да. Вот в Эмердженсиру у нас... Мы не вызываем, а куда мы именно обращаемся? Так, куда мы едем сами, да. В скорую помощь, куда мы сами можем приехать. Вот, то есть, я не знаю, в библиотеке, там... В банке. В банке, на заправке. То есть, мы будем делать вот такие влоги, в которых будем рассказывать об удобствах, с которыми мы столкнулись, которые, на первый взгляд, могут показаться неожиданными, дикими. Ну, в общем, то, чего как бы не хватало в Беларуси, да, элементарное, об удобстве пешеходных переходов, об удобстве того, что если вдруг налита вода дождем, вот у нас сейчас прошли дожди, и в школе на дорожках невозможно пройти, ложат специальные мостики, чтобы люди, и школьники, и дети, родители не намочили ноги. То есть, вот, обо всех бытовых мелочах, которые предусмотрены, ну, до малейшего, мы будем потихоньку рассказывать. И сегодня, значит, я хотел бы рассказать об удобстве замены водительского удостоверения. Водительское удостоверение в Америке называется драйвер-лайсенс. Это основной документ. Опять же, это еще одно удобство, с которым можно ходить везде, кругом его показывать, регистрировать, подтверждать свою личность, не только полицейскому, но и, опять же, и на почте, и в аптеке, и в магазине, и забирая, скажем, в магазине онлайн заказ, или если вы вдруг покупаете в магазине спиртное, пиво, медикаменты, вы тоже показываете свой драйвер-лайсенс. Извините, мы как обычно... А, мы не доехали еще. Вот, показываете свой драйвер-лайсенс, и это свидетельство вас как личности, свидетельство вашего возраста. Вот. То есть, это основной документ, по которому вы можете летать, путешествовать, ну, в общем, делать все, что угодно. Единственная поправочка, что с 2020 года, для того, чтобы летать по внутренним авиарейсам США, надо будет иметь специальный драйвер-лайсенс или специальный ID, который переусовершенствовался в связи с террористическими различными актами, ну, и вот, в общем, с этой деятельностью. В общем, у меня подошло время менять мое удостоверение. Время подошло. И мне по почте пришло письмо, в котором лежал конверт для обратной отправки анкеты, которая была туда предварительно вложена. И также там лежала инструкция, что делать с этой анкетой, очень популярно расписанная. Вот на этом я и хочу остановиться. Ну, значит, на выбор предлагается два варианта, вернее, три. Первый вариант – это можно заполнить анкету и послать ее в том конверте, который был уже предварительно вложен. Второй вариант – можно сделать все онлайн, перейдя по ссылке. И третий вариант – можно поехать в DMV и сделать все там, на месте. DMV – это по-русски ГАИ. Я дико извиняюсь, потому что мы немножко приболели из-за этих дождей. Вот. И немножко и нос заложенный, кашляем. Вот. Ну, так вот. Кажется, ничего особенного, да? И в то же время все очень прикольно и удобно. Почему? Потому что, во-первых, лежит конверт, в котором вы можете отправить анкету, которую вам уже прислали. Во-вторых, в сопроводительном письме даны очень четкие инструкции, в которых, с одной стороны, может быть до смешного все расписано, типа, скажем так, для тупых. Но, с другой стороны, если вы прочитаете инструкции, вы сделаете все правильно, вы сэкономите свое время, вы получите вовремя свое новое удостоверение водительское и не будете париться. Вот. Так что же в этой инструкции? Значит, в этой инструкции написано следующее. Как я вам сказал, первое, это можно отправить по почте. И, в общем-то, пошаговая инструкция, как это сделать. Написано, что заполните анкету, такой-то корешок оставьте себе, такой-то вложите в конверт и отправьте по почте. Переходим ко второму пункту. Если вы заполняете анкету онлайн, перейдите, значит, на следующий сайт, зарегистрируйте, если у вас нету своего кабинета и заполните анкету и, ну, подтвердите ее. Там специальная кнопочка Submit есть, подтверждаешь и она, значит, отправляется в DMV. Дальше написано, что если вы заполняете онлайн, не высылайте повторно анкету по почте, чтобы не произошло никаких ошибок, чтобы не делать лишних действий, чтобы сэкономить ваше время. И тут же указано, что если вы заполняете анкету онлайн или посылаете по почте, вы получите свое водительское удостоверение со старой фотографией. Как бы, с одной стороны, тоже непонятно, зачем тебе об этом говорят. Но, с другой стороны, тебя ставят в известность, чтобы понятно, что ты не получишь новую фотографию, потому что ты не будешь фотографироваться. И что самое интересное, что, в общем-то, даже и не надо фотографироваться, заказывается каждый раз, а можно получить со старой фотографией. Вот. И третья инструкция, это касается, если вы идете в ДМВ, в ГАИ, так сказать, своим ходом и сделаете все там. Тоже написано тогда, что не заполняйте инструкцию онлайн. Не посылайте, вернее, анкету. Не посылайте анкету по почте. И вообще вот эта анкета, которая вам пришла, не нужна. Придите в ДМВ, сделайте, вернее, предварительно appointment, придите в назначенное время и со специалистом сделаете все на месте. И в этом случае вы получите водительское удостоверение с новой фотографией. И опять же написано, что если вы хотите получить удостоверение с новой фотографией, то для вас подходит только поход в ДМВ, а онлайн-анкета и анкета по почте для вас не подходит. Вот, кажется, такие какие-то мелочи, но они все подробно расписаны. Из этих подробных инструкций получаются какие-то определенные правила. Если, просто говоря, если ты следуешь этим инструкциям и соблюдаешь какие-то элементарные правила, то, в общем-то, жизнь твоя становится проще. У тебя есть варианты. Ты можешь делать appointment, идти в ДМВ, получать новую фотографию, если тебе это надо, если у тебя есть время. Если ты очень занят и у тебя нет времени, ты можешь все сделать быстро на компьютере. Если ты не разбираешься с компьютером, как, в общем, скажем так, компьютерная грамотность, она, конечно, очень сильно проникает, но до сих пор можно встретить в магазине, например, какую-нибудь бабушку или дедушку, которые расплачиваются чеком. То есть, они не пользуются кредитными картами. Значит, я думаю, что, скорее всего, с компьютером они не на ты, а на вы и, наверное, пользуются им немножко так. Да ладно, я видел мужчин лет 50, он чеки выписывал. Да, вот. Хотя, в то же самое время эти бабушки ездят на продвинутых машинах. Но машина для них с детства, наверное, уже покорно было, а на компьютер они не перешли. Поэтому для них очень удобен вариант, когда вложен конверт. Они не понимают, например, как проводить платеж по карточке, когда ты делаешь онлайн эту анкету. И поэтому они выпишут свой чек, положат вместе с этой анкетой в письмо, бросят в свой почтовый ящик и все. И им это удобно, их это не напрягает. То есть, в данной ситуации, например, пожилым людям не надо ехать в ДМВ, не надо разбираться с компьютером. Они сделают нормальные действия, привычные для них. Напишут письмо, выпишут чек, отправят. И получат обнабыли. Да. И точно так же меняется и ID. Есть еще одна карточка, которая точно такая же, как driver license, это называется ID. Вот. Это тоже удостоверение, которое подтверждает вашу личность, но с ограничением вы не можете управлять машиной, если у вас только ID на руках. Ну, вернее, не на руках, а если у вас нету driver license. То есть, вот такие мелочи, но они очень удобны, очень приятны. И жизнь из этого становится проще и удобна для любого индивидуума. Вот я загнул. Вот. Вот эти из таблеток. Из этих, не из таблеток, а из порошков. Вот. А еще, значит, мы не сказали, сколько это стоит. 36 долларов, да? Замена водительского удостоверения стоит 36 долларов. И опять же, что самое прикольное, оно придет назад к вам по почте. То есть, если вы оформили онлайн заявку или послали конвертик, вы точно так же получите через некоторое время конвертик на свою почту, в котором будет лежать ваше водительское удостоверение. И тут сразу я вспоминаю Беларусь. Когда мне надо было поменять водительское удостоверение, я должен был поехать в ГАИ отстоять очередь. Если до обеда не успел, свободен, иди погуляй, вернешься после обеда еще отстоишь очередь. Раз ты уже не успел до обеда, значит, ты водительское... Там все равно день в день, по-моему, не делали. Все равно не получаешь, значит, ты не можешь управлять машиной. Тебе, в принципе, могут дать какой-то квиточек там на неделю, но за этим квиточком опять надо отстоять очередь. Потом, получив квиточек, ты можешь неделю кататься или там день, два, три, приехать, опять же, в назначенное время отстоять очередь, забрать свое водительское удостоверение. То есть, все время ты должен тратить время, отрываться от работы, отрываться от семьи, отрываться от своего хобби, от дел там, я не знаю, чего угодно, блин, от чашки кофе, чтобы ехать куда-то, где-то, чего-то стоять и делать. А здесь ты можешь это сделать, если у тебя брейк на работе, ты можешь это сделать, если ты просто дома сидишь за компьютером, ты можешь делать это когда угодно. Получаются такие вот какие-то мелочи, которые собственно и складывают нашу жизнь, как Филиас Фок из мультика 80 дней говорил, жизнь цепа мелочей вне звенья. Получается вот из каждого такого звена, из каждого такого момента складывается наш день, складывается наша неделя, наш быт, наша жизнь. И в общем очень приятно, когда тебя не напрягают какие-то документы, приятно, когда тебя не напрягает что-то в учреждении, когда ты туда приходишь и тебе не надо стоять сейчас в очереди, а у тебя есть абойтмент. Да, в Беларуси уже когда мы уезжали, тоже уже вводили электронные очереди и бла-бла-бла. Приходишь к этому инфокиоску, получаешь чек с номером и опять становишься в очередь. Что изменилось? Изменилось то, что у тебя добавилась бумажка в очереди. Раньше ты просто стоял в очереди, а сейчас с бумажкой стоишь. здесь не надо никакая бумажка. Открыл компьютер, нажал кнопку и все. Письмо пошло. Вот собственно то, что мы хотели вам рассказать, поделиться вот таким маленьким опытом, который в общем письмо пришло, анкету сделали, есть повод что рассказать. Будем делать вот такие небольшие влоги о приятных мелочах, которые складывают жизни и которые просто вот так вот радуют. Упрощают быт. Вот на этом мы с вами будем сегодня расставаться. Это был маленький короткий влог о том какие мелочи нас радуют в Америке. Вы были на канале Наша жизнь в Америке New Life It's My Life. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хорошей погоды. У вас тоже уже скоро весна. Скоро будет тепло как там в автобусах на замерзших стеклах писали крепитесь люди скоро лето типа такое да? Скоро лето и смайлик рисовали. Посылаем вам веселый смайлик солнечный чтобы у вас было хорошее настроение. До встречи. Бай-бай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok